Да, благодетельствует вас Аллах. Позвольте нам задать некоторые вопросы. Один говорит, как объединить слова Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не передается за разы иначе, как по воле Аллаха, и слова «убегайте от прокаженного, как убегают ото льва». Эти слова произнесены с целью защитить убеждение человека. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «и убегай от прокаженного, как убегают ото льва». Эти слова означают, что человек по своей природе боится льва. И Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «избегать прокаженного, чтобы тебя не постигла эта болезнь». А ты потом не говорил «это из-за него». Вместо слов «так предопределил Аллах». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал это, чтобы человек не излишествовал в этом отношении, говоря «если бы я не сидел с ним, то не заболел бы». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «знай, что то, что тебя настигло, не миновало бы тебя». И то, что тебя миновало, не должно было тебя постигнуть. Если человек уверует в это, то станет подобным тому, о ком сказал Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, хадифе о прокаженном, который ел с остальными, говоря «я уповаю на Аллаха». Человек не должен подвергать свою религию и сердце испытаниям. Пусть проявляет стойкость, просит у Аллаха о том, чтобы он спас его от зла. А если его постигло дурное, то пусть просит у Аллаха о помощи. Да, благодетельствует вас Аллах. Можно ли говорить о том, что колдовство снимается колдовством? Являются ли эти слова неверием? И сказал ли об этом кто-либо из ученых предшественников или имамов? Если человек был околдован, а для снятия колдовства лечащий его прибегнул к колдовству, то он прибегнул к неверию с целью лечения. И нет сомнений, что это не дозволено. Использование лекарств или средств для снятия колдовства без помощи шайтанов дозволено. Как указывают ученые. Если взять семь листов сидра туль ахдар и столочек и смешать с водой, прочесть над водой аяты и облить этой водой больного, то он будет излечен с позволения Аллаха. Особенно если есть уверенность в том, что он околдован. Запрещено же прибегать для этого к колдовству, шайтанам и колдунам, как это случается даже сегодня в некоторых домах. Некоторые люди плохо относятся к служанкам. И иногда эти служанки прибегают к помощи колдовства, чтобы отомстить тому, кто плохо относится к ним. Затем обращаются к тому, о ком известно, что он знает о колдовстве. И тот говорит, «Я знаю, как избавиться от этого». Его спрашивают, как? Он отвечает, «Есть шайтан сильнее того, к которому обратились за помощью в этот раз». До появления призыва шейха, да помилует его Аллах, в Нечде было распространено колдовство. Рассказывают, что однажды здесь, в Арияде, в Манфухе, жена одного мужчины стала одержимой. И ему сказали, что она одержима джинном. Тогда он пошел к человеку, который разбирался в подобных вопросах, рассказал ему о проблеме. Тот подумал и сказал, «Я не смогу помочь, но обратись к такому-то шейху». Этот шейх жил не в Арияде, он пошел к шейху, рассказал ему о проблеме, и тот сказал, «Я оставил это дело и попросил у Аллаха прощения». Тот мужчина заплакал, и тот шейх, похоже, пожалел его. Он посмотрел, «Прибегаю к Аллаху от подобного, и у Аллаха следует просить о помощи, и сказал, «Я дам тебе листок, иди с ним в такое-то место в Басре, приди на такое-то кладбище и жди там. Мимо тебя пройдет несколько собак, и среди них будет такая-то собака». «Назови такое-то имя, и перед тобой встанет мужчина. Отдай этот листок ему». Он сделал, как ему сказали, отдал листок, и тот мужчина сказал ему, «Сиди у могилы и не уходи никуда». Через некоторое время к нему привели его жену. Ему сказали, «Она направляется в Китай». Мужчину спросили, «Тебя вернуть домой?» Он сказал, «Нет, отдайте мне мою жену, не надо меня возвращать». Они предложили ему вернуть его из Басры в Ир-Риад, и так колдовство было распространено среди людей. Сегодня следы этого все еще существуют. Хвала Аллаху, люди во благе. В странах, в которых мало знаний, этого больше. Так как с отсутствием знаний слабеет и вера. Поэтому колдовство оказывает большое влияние в подобных случаях. В Центральной Африке ты можешь столкнуться с удивительными проявлениями этого. Что касается тех, кого вы приговорили к казни, кого вы приговорили к казни за колдовство. Каким было самое удивительное дело? Что касается тех, кого вы приговорили к казни за колдовство. Каким было самое удивительное дело? Лично я не изучал само дело. Приговор был вынесен в соответствии с рассмотрением суда. Да облагодетельствует вас Аллах! Другой говорит, «Дорогой шейх, в последнее время участились пылевые бури, сильные ветра и тому подобное. Иногда эти явления совпадают с проведением некоторых мероприятий, в которых есть грехи и излишества. И некоторые люди связывают первое со вторым. Относится ли это к запретному поиску дурных предзнаменований? Пусть прочитают аят. Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки. Также, любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и он прощает вам многое. Грехи могут стать причиной этого, и нет сомнений, что большое многобожие хуже любого греха. И когда пророка саллиллаху алейхи вассалям спросили, какой грех наиболее тяжкий, он ответил, когда ты предаешь Аллаху равного, в то время, как Он сотворил тебя. Если грехов становится много, то они оказывают большое влияние на жизнь людей, их мирские дела и последнюю жизнь. Дожди нисходят, но в них нет благословения. А бывает и так, что проходит год, а дождей нет, и животные страдают, и так далее. Все это происходит по причине несправедливого отношения рабов к самим себе, в отношении повиновения Аллаху велик он и славен. Да, благодетельствует вас Аллах. Другой говорит, я в 400 километрах от Ир-Рияда и работаю здесь. Здесь я живу без своей семьи и возвращаюсь туда постоянно. Можно ли мне сокращать и совмещать намазы? Нет, тебе нельзя ни совмещать, ни сокращать. Совмещение намазов узаконено при необходимости, а их сокращение узаконено для путников. Что касается того, что человек живет где-то месяц, два, неделю и так далее, то ему нельзя сокращать. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, если он знал, что отправится в такой-то день, то не сокращал, если его пребывание было более четырех дней. В своем прощальном паломничестве он прибыл в Мекку утром четвертого дня Зульхиджи, и люди знали, что он отправится в путь только в восьмой день. В эти четыре дня он сокращал намазы и не совмещал их. Так как совмещение дозволено только при нужде. Поэтому, если мы знаем, что человек будет здесь все эти четыре дня, то пусть сокращает намазы. Тот, кто прибывает больше, не может сокращать намазы. И этого мнения придерживались Аш-Шафи'и, Малик и Ахмад. Абу Ханифа считал сокращение дозволенным в течение 15 дней. Наоблагодетельствует вас Аллах. Другой говорит, действителен ли земной поклон у того, у кого земли касаются только указательные пальцы ног? Если он недействителен, то портит ли это его намаз? Если его ступни вообще не касались пола во время земного поклона, то этот поклон недействителен. Поэтому он должен перечитать намаз заново. Что касается того, что если пола касаются только большие пальцы, то его намаз, если пожелает Аллах, действителен. Но чем больше человек следует в этом тому, что приводится, тем более полон его намаз. Ведь иногда человек молится и получает только десятую часть награды за него. «Да благодетельствует вас Аллах. Как требует покаяние от того, кто посигнул на Аллаха и посланника саллиллаху алейхи вассалям, или что-то из основ этой религии? Как у него требовать покаяние? Если ты станешь судьей, то с позволения Аллаха ты узнаешь об этом. Да благодетельствует вас Аллах. Другой говорит, «У меня есть родственники Исмаэлиты, мы ходим к ним в гости, приветствуем их с целью призыва». Некоторых из них Аллах уже одарил принятием прямого пути, а некоторые изменили свое мнение в некоторых вопросах о многобожии. Дозволено ли нам посещать их, приветствовать и есть мясо их животных? Жертвы тех, кто придерживается подобных заблуждений, есть недозволено. Кто придерживается убеждений исмаэлитов, жертвы тех, недозволены к употреблению в пищу. Аллах дозволил нам есть мясо, принесенное в жертву людьми Писания, то есть иудеями и христианами, но не позволил нам есть мясо многобожников. Что касается исмаэлитов Бохра в Индии и нусайритов в Шаме, то все они похожи друг на друга и ведут свое учение от фатемидов. Их жертвы, мясо их жертвенных животных не дозволено. Что касается посещения их с целью призыва к исламу и оставлению своих заблуждений, то это дозволено. Раньше люди там следовали убеждениям Ахлю Суннав Аль-Джама'а до тех пор, пока в Наджиран не эмигрировали некоторые исмаэлиты, которые бежали после падения государства сулейхидов в Йемене. Когда заэдиты обрели власть в Йемене, они начали проявлять жестокость по отношению к исмаэлитам, из-за чего те бежали в поиске убежища. В итоге они обосновались в Наджиране. Сначала они остановились в Бадре, но через некоторое время поняли, что эта земля не подходит для постоянного проживания и переселились в Хушейву в Наджиране. В общем, мое наставление каждому постарайтесь спасти тех, кто следует учению исмаэлитов от этого учения, надеясь на награду от Аллаха и спасение этого человека. «Да облагодетельствует вас Аллах». Другой говорит, появились люди, которые летают в воздухе, отрезают свои руки и убивают птиц, отделяя их головы и присоединяя обратно и заставляют стаканы летать. Их показывают по многим каналам, которые смотрят в этой стране. Вопрос, стоит ли нам оставлять это так? Есть некоторые люди, которые говорят, что это не колдовство, а ловкость рук. Разъясните нам этот вопрос, да хранит вас Аллах. Отрезание головы и прочее это неловкость рук, но они и не отрезают ничего. Невозможно отрезать голову по-настоящему, а затем вернуть ее на место. Но они делают так, чтобы зрителю показалось, что он отрезал ее и вернул на место. Я сейчас не помню имени сподвижника, но один из них в век сподвижников на представлении отрезал другому голову и возвращал ее на место. Этот сподвижник пришел на представление и когда тот сделал свое дело, то этот немедленно отрубил ему голову. Глава собрания начал порицать его, а этот сказал, нет, я хочу, чтобы он вернул себе свою голову сам. Если он может ставить на место чужие головы, то для себя это ему сделать будет легче. Аллах сказал о колдунах фараона. И тут ему представилось, что их веревки и посохи от них, что их веревки и посохи от их колдовства пришли в движение. Они не приходили в движение. Но действия, которые колдуны сделали перед фараоном для устрашения мусы, отличаются от действия, которое произошло с посохом мусы. Брось то, что держишь в своей деснице и оно проглотит содеянное ими. Воистину содеянное ими это козни колдуна, а колдун не преуспеет, куда бы он не пришел. Да благодетельствует вас Аллах. Другой говорит, многие люди не понимают положение прослушивания музыки. Мы хотим, чтобы вы упомянули доказательства запретности этого из Корана и Сунны. Так как каждый раз, когда мы напоминаем людям об этом, особенно в общественных местах, где музыку включают на полную громкость, то они приводят в качестве оправдания некоторой фетвы некоторых из получающих знания. Нет сомнения, что она относится к тараб, музыка, о которой пророк сказал, час не наступит, пока некоторые из моей общины не начнут путь, пение с музыкальными инструментами не является дозволенным. Человек может читать перед людьми поэмы, но не прибегая к пению, и в этом нет греха. Пророк декларировал стихи Кап Ибн Зухейр читал поэму, Банат Ассуад, Хасан читал стихи. Чтение стихов не вредит, но если в этом используется пение, то это относится к запрещенной музыке. Да, благодетельствует вас Аллах. Другой говорит, принимают ли ангелы образ людей после кончины пророка как это показано в некоторых видео в интернете из Сирии. В первую очередь, чтобы поверить, нам нужно сообщение человека, защищенного от ошибок, который лично видел человека и знает, что это ангел. Что касается того, возможно ли ангелы нисходят на землю. В отношении ночи предопределения Аллах сказал, в эту ночь ангелы и дух нисходят с дозволения их Господа по всем его повелениям. Что касается тех, кто говорит, что видел ангелов, то в отношении него трудно что-то сказать, был ли этот человек богобоязненным внешне и внутренне. Да, благодетельствует вас Аллах. Другой говорит, я работаю в одной из местных компаний. Компания предоставляет сотрудникам жилье, взятое в кредит у одного банка, работающего с процентами. Суть в том, что я беру у банка жилье в кредит и выплачиваю банку его стоимость без процентов, которые выплачиваются компанией. При этом надо понимать, что я нуждаюсь в жилье, так как цены на аренду выросли. Во-первых, тот, кто не против, чтобы другие совершали риба, является их соучастником. Но если они сделали это, ничего тебе не сказав и помогли тебе в этом, то оставь их, и в этом нет греха. Но знай, что когда компания берет стоимость жилья у банка в кредит, а затем выплачивает ему проценты, о которых они договорились, признающий это и согласившийся с ними подобен соучастнику. «Да, благодетельствует вас Аллах». Другой говорит, некоторые говорят, добрый знак от Аллаха, а не от тебя. Можно ли так говорить? Я надеюсь, что в этом нет греха, так как человек хочет видеть добрые знаки в благом. Другой уже не в первый раз спрашивает. У меня нет вопроса, но раньше я сидел в группе людей, которые ищут ошибки ученых, злословят о них и говорят об ученых то, что не подобает. Среди них был и наш уважаемый шейх, и я покаялся и прошу прощения за это, да хранит его Аллах и да позаботится о нем. Что касается прощения, то я прощаю всякого, кто что-то обо мне говорит. Не потому, что я рад, что обо мне говорят, но я надеюсь, что Аллах Велик Он и Возвышен возместит мне за это. То, что дает Аллах, несравнимо больше того, сколько я могу забрать из благодеяний рабов. Пророк спросил, кто такой банкрот? Они сказали, банкрот это тот, у кого нет ни дирхамов, ни вещей. Пророк сказал, банкротом в моей общине является тот, кто придет в судный день с деяниями, придет с намазами, постом, милостыней и так далее. Но он ударил этого, нарушил честь этого, пожрал имущество такого-то и пролил кровь такого-то. Тогда первый заберет у него из его благодеяний, второй заберет у него из его благодеяний и третий заберет у него из его благодеяний. И если он рассчитается со всеми, то его дело будет рассмотрено. А если нет, то есть если его благодеяние закончится, а преступления нет, то грехи обиженных будут возложены на обидчика, а затем его бросят в ад. Но я прощаю всех, кто что-то говорил обо мне, кроме дурных людей, которые продолжают сеять зло. Я не надеюсь на то, что Аллах даст мне их благодеяние, но Аллах произведет над ними расчет. Да воздаст Аллах вам благом и да благодетельствует вас Аллах. Мы завершим урок на вопросе из Египта от брата Уайля ибн Али. Он говорит, да благодетельствует вас Аллах, уважаемый шейх. Каково положение вопросов, связанных с решением в соответствии с тем, что не спасал Аллах? Каковым должно быть отношение мусульманина к законам, принимаемым правителями в сегодняшнее время, к выполнению которых они обязывают людей? Являются ли эти действия попыткой заменить законы Аллаха? Каковы должны быть наши действия? В первую очередь, каждый должен бояться Аллаха по мере своих возможностей. Аллах сказал, бойтесь Аллаха по мере своих возможностей. Нет сомнений, что суд не в соответствии с тем, что не спасал Аллах, в вопросах, в которых есть явное положение шариата, является явным заблуждением. Это касается вопросов имущества, наказаний, чести и крови. Аллах сказал, суди между ними согласно тому, что не спасал Аллах. Нет сомнений, что шариат совершенен и полон. И хвала Аллаху. И не было, нет и не будет такого вопроса, на который в шариате не было бы ответа. И этому ответу нет подобных. А если есть подобные, то решение шариата всегда совершеннее. Мы просим Аллаха Великого и Возвышен, чтобы Он направил всякого, кто ведет дела мусульман, к тому, чтобы Он судил их по шариату ислама. Он является совершенным и полным. Также мы просим Аллаха Великого и Возвышен, чтобы Он хранил это королевство и оберегал его от козни врагов и приближенных, чтобы Он хранил дела нашей религии и наши мирские дела, чтобы Он направил нашего правителя и его братьев, помощников ко всему, что хранит нравы, традиции, ценности и убеждения этой страны. Хвала Аллаху! Сейчас страна во благе, чтобы Он помог им схватить всякого, кто хочет испортить эти нравы или отвратить некоторых из нас от того, на чем они были. Призывающие к западному мышлению прикладывают большие усилия к тому, чтобы исламские страны стали частью неисламских в своей жизни и традициях. Мы просим Аллаха Великого и Возвышен, чтобы Он помог правителям сохранить то, что осталось у нас и вернуть то, что у нас отняли. Чтобы они делали это, надеясь на довольство Аллаха и награду Аллаха, чтобы Аллах вознаградил их за это посредством укрепления этой власти. Сегодня не представляется вероятным пришествие власти лучше, чем имеющаяся. войнах предположить, что власть перейдет, то она перейдет только через восстание военных. И нам достаточно первого восстания, произошедшего в арабских странах, революцию под предводительством Абдун-Насара. Весь коммунизм, который появился в арабских странах, появился только по причине этого восстания. Также по его причине исчезли многие нравы, которыми обладали люди. В Сирии до этого восстания было намного лучше, чем сегодня в отношении женщин, смешивания полов и другого. В Египте было много блага, но все изменилось. Суть в том, что, допустим, военные захватывают власть, а Запад никогда не предпримет ничего, чтобы избавить мусульман от проблем, которые у них возникают. Чего добивается Запад от мусульман? Запад хочет сделать женщин такими же, как и их женщины, и поэтому старается и прикладывает усилия для достижения этой цели, особенно в стране двух святынь в Саудии. Так как только здесь женщины все еще хранят то, что у них есть. Просим Аллаха, чтобы он не дал сбыться надеждам каждого врага ислама, чтобы он дал всем верующим в любом месте радость от хранимых нравов. Мы просим Аллаха, Великой и Возвышен, посредством его имен и атрибутов, чтобы он дал облегчение Сирии, чтобы он показал нам свою мощь в отношении тирана Сирии, его помощниках и его армии, чтобы он показал нам разрозненность и разгром во всей своей жизни среди тех, кто ему помогает из числа других стран. Также мы просим его, чтобы он опроверг всякого, кто противостоит мусульманам. Поистине он, отвечающий на мольбы и да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада, а также его род и сподвижников и да приветствует их множественно.